Приветствую вас, Сириля. С точки зрения психологии у вас не совсем здоровые отношения, потому что они, во-первых, на расстоянии, и не совсем понятно, когда вы сможете быть вместе, физически-физически. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что делает мужчина, явно не соответствует некой такой ориентированности, скажем так, на вас, на ваши чувства и вообще на то, что придет вас счастливость. То есть, понятно, что мужчина чего-то боится, понятно, что там есть свои страхи, есть свои сомнения, это все безусловно. Вот, но это, как вы сами понимаете, не обрадывает поведение человека. Вот. Понимаете как? Тут проблема в том, что вы замыкаете, замыкаете. То есть, вы говорите, что вы не считаете такое поведение нормы, и вы говорите, что вы не считаете такое поведение адекватным. Я с вами согласен. Но, в таком случае, не совсем понятно, почему вы замыкаете в себе. Это замыкаете, что вы чувствуете некую угрозу для себя в поведении мужчины, что вам неприятно, что вам обидно, что вам больно. Но, извините, а, как бы, из-за чего вам обидно, если вы не считаете, например, что, ну, что мужчина справедлив. То есть, тут вот, на мой взгляд, здесь, ну, и есть, как минимум, вот, некоторые противоречие, противоречивости присутствуют. Вот, потому что, то, что вы, вот, говорите, и то, что вы делаете, да, ну, не совсем соответствует, на мой взгляд, друг другу. Вот, по поводу того, как человека поддержать, вопрос, конечно, интересный, как человека поддержать. Ну, здесь, эм, здесь, эм, небольшая проблема в том, что, э, у человека аффект, э, то есть, аффективное состояние. И в момент, когда он, э, он человеком переживается, вот, в момент, в момент именно, когда он, э, ну, когда у человека аффективное состояние. Вот, а его, хоть поддерживай, хоть не, хоть не, хоть не поддерживай, как бы, всё равно, на самом деле, вот. То есть, пока человек, эм, всю агрессию не, не выплеснет, да, он, скорее всего, не успоко, не успокоится. Вот, вот, поэтому, здесь, я бы сказал, что, скорее, не поддерживать, э, ну, нужно. Я бы сказал, что, здесь, скорее, необходимо демонстрировать, то, что, э, что поведение мужчины для нас, э, не приемлемо. Вот, и очень важно рассмотреть, э, вот, э, то, почему, почему вы замыка, замыкаетесь в себе. Вот, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, что, э, у замыканий в себе есть свои основания, да, и свои, э, причины. Вот, и, э, необходимо их, чётко, чётко понимать, и чётко отдавать, ребят, всё, вот, в том, что именно вас замыкает. Вот, э, также, желательно, э, определить своё место в отношениях человека. Потому что, вы, ну, вы не спасёте, не спасите, э, мужчины, да, вы не должны его спасать. Вот, э, как бы, это его проблема, э, то, что, ну, то, что происходит, это его, его проблема. И, э, э, своим, э, таким, поведением, э, вы, скорее, подкрепляете, э, э, у него, столь деструктивное поведение, потому что он, э, скорее всего, чувствует, что может так себя вести. Вот, ну, я бы, наверное, мог бы сказать, что это, э, что это, э, похоже, похоже на, на манипуляцию, вот, всего страны. Так, это похоже на то, что человек пытается вас, э, вами манипулировать, это похоже на то, что человек пытается вас, э, как-то вот дискредитировать. А, вот, я, му, я, му, ну, могу так сказать, могу так сказать сказать. Вот, ну, вопрос, он здесь, конечно, заключается в том, ради чего это всё, вот именно, ну, именно с вашей стороны, ради чего это всё, и, знаете ли вы, куда и, э, к чему вы идёте. Потому что, э, э, вряд ли мужчина, э, будет идти всегда лучше. Скорее всего, нет. То есть, надеяться на то, что он, э, изменится. Надеяться на то, что он будет идти всегда по-другому, надеяться на то, что, э, ситуация выправится, э, э, сама собой, ну, э, крайне, крайне наивно. Вот. Вот. Просто учтите, пожалуйста, этот, этот момент. Вот. И, не пытайтесь, э, ну, не пытайтесь, э, пустить всё на самочёк. Вот. А, я думаю, что, ну, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаёт. Помните, пожалуйста, что отношения на расстояние, они имеют смысл только тогда, когда, э, есть чёткая цель, э, быть местом, ну, то есть, реально сехать. И, э, если этого нет, если нет, э, чётких планов, там, по, по, э, ну, собосъезжанию. Что, навер-э, ну, в таком, в случае, наверное, наверное, отношения просто не для вас. А если вы терпите поведение, которое вам не нравится, и от которого вы замыкаетесь в себе, то имеют место быть ваши собственные проблемы. Как требует, например, своего исследования вопрос, почему вы выбрали отношения на именно расстоянии. С чем это связано? Я не думаю, что это случайность, что вы решили с мужчиной на расстоянии. Взаимодействовать. Уверен, что у вас были какие-то основания для этого. И, на мой взгляд, очень важно определить, какие-какие. Потому что вполне вероятно, что вы боитесь, что боитесь. Ну, по-настоящему, по-настоящему таких серьезных отношений, по-настоящему отношений, в которых вы могли бы быть счастливы. Вот. И если вы их боитесь, то имеет место быть негативный родительский сценарий, скорее всего. Который и является причиной всех ваших бед. То есть, это страх перед серьезными отношениями. Страх перед, ну, перед близкими отношениями, перед серьезными отношениями. То есть, отношения на расстоянии, это все-таки не отношения. Да? То есть, это, это вот только до определенного момента отношений. А дальше уже, нужно переводить в, ну, в другую стадию, в другую стадию. И, если этого не делать, то, вот, все будет так потихонечку себя изживать. Кстати, эээ, реакция мужчины, ээ, может быть, именно, такой. Эээ, еще и, вот, по этой причине, что человек переживает, что вы не, эээ, что вы не вместе, человек переживает, человек боится, что вы его, там, бросите, оставите. Из-за этого тоже может психовать. Вот. Хотя, конечно, его, это, не красит. Вот. Будем честны. Так. Сейчас я посмотрю еще. Так. Как наладить коммуникацию в конфликтных отношениях? Эээ, смотрите. Есть техники бесконфликтного общения. Но, учитывайте, пожалуйста, что, если человек находится в состоянии аффекта, то есть, он, вот, попадает в такое агрессивное состояние, то, скорее всего, он вас не услышит. Вот. Но, пытаться вы, безусловно, можете, попытаться, пытаться наладить, эээ, ну, попытаться наладить контакт, пытаться наладить связь, вы, безусловно, можете. Вот. Я просто, к тому, что, это достаточно сложно будет сделать. Так вот. Эээ, существует, эээ, техника бесконфликтного общения. Кратки, для таких случаев, это, например, активные слушания, это, например, эээ, ну, например, ясообщение. Вот. И, соответственно, можно использовать эти вещи, можно использовать эти наработки. для того, чтобы, эээ, не конфликтно общаться с мужчиной. Вот. Но, у всего этого есть, эээ, свои ограничения, к сожалению, к сожалению. И это ограничение необходимо учитывать. Не очень понятно, почему вы хотите поддерживать человека во время подобных выпадов. Потому что, поддерживает человека во время подобных выпадов. А выпад, выпад крепляется. Подобный модель победения у него. Только лишь. Ну. Хорошего в этом. Нет ничего особо совсем. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. И если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. То есть. Я уже ловил его. То есть. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. То есть. Leyte.